А вы Спарк, кстати, сейчас слушаете или это такое вот... Нет, всё, перестало. То есть странно, потому что мне кажется, что они как раз попали в какую-то такую стилистику, которая не устаревает. Вот бывает, что слушаешь песни, понимаешь, по самому-то, что это там 70-е, 80-е, а у них вот есть какие-то такие вещи, как мне кажется, которые звучат актуально. Есть, есть, но это больше связано, наверное, не с ними, а со мной, потому что я иду куда-то дальше, вот, но иду линясь. То есть я не меломан, я не очень много музыки знаю, мне что попадётся, что я вот так вот, как-то случайно из жизни придёт. Естественно, что как профессионал я не могу не знать и не слышать музыки, поп-рок-музыки, но при этом вот я не самый эрудированный из профессионалов, так скажем. Угу, но, тем не менее, вы, когда вот, ну, допустим, возвращаемся к маслу, когда вот над маслом работаете, вы себе ставите какую-то галочку, что это песня в определённой стилистике? Или вы про это, как принято говорить, не заморачиваетесь и просто вот творите то, что на вас не зашло, вы это вот всё делегируете аудиторией? Вы знаете, постараюсь внятно ответить на вопрос, насколько у меня хорошо это получится, мы уже будем судить. Презумпции того, что вопрос был не внятный. Нет, 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 вопрос-то, кстати говоря, был очень внятный. Я его понимаю так, понимал ли я, какая будет стилистика, заведомо прогнозировал ли я её, желал ли я и так далее. Ну, во-первых, я скажу, что от создателей песни «Бензин», вот, в данном случае это не ответ на вопрос. Идея песни «Масла» пришла не вчера, не позавчера, она пришла пару, а то и больше лет назад, вот, и существовала весьма внятная, но очень-очень сырая электронная демонстрация этой песни, которую я создал на каком-то подручном средстве, как музыканты любят говорить на коленке. Угу. Когда мы решили приступить к записи этой песни и сделать уже окончательный вариант, всё это перекочевало к талантливейшему человеку, клавишнику нашей группы «Ногу свело» Саше Волкову, который всё это и закончил. Он это, естественно, закончил не один, я ему помогал, но весьма скромно. Вот, я только дал исходное. Наш звукорежиссёр Максим Бурченок, тоже очень талантливый человек, помогал Саше, и вот мы таким, это практически одна из немногих композиций. Вот та самая «Матная», и ещё буквально две-три композиции, я не знаю, создавались именно так. Так. И интересно то, что эта песня не попала в основной блок, так скажем. А я перебью, а что это было решение, почему она не попала? Кто принимал решение, попадёт или не попадёт? Мы принимали альбом «Съешь моё сердце», очень разношерстный. И складывался он, мы сидели и всю ночь расставляли порядок песен. И мы не верили, что мы это сделаем. Потому что такие песни там, как «Earthquake Shake», «Масло», «My name is Dick», песня «Чукотка», песня «Ангара», песня «We want a show», они вот... А «Have a nice flight» входит в этот альбом? Да, да. Ух, вы всё знаете, прям я польщён. Ну как же, ну как же, это ногу свело. Это же, мы беседуем с гением, так ровно. Само пиара. Так. Вот, и всё сложилось, и мы были счастливы, но не вставало масло никак. Не вставало, и всё. Слава богу, мы нашли для неё место в делакс, по-русски, делюкс-версии. И когда мы готовились к презентации нашего альбома в конце осени ушедшего года, 14-го года, мы старались как можно больше песен исполнить вот в концертном варианте. И совершенно, и так уже, мы так устали, мы очень много песен разучили, и мы думаем, блин, как со всеми справиться, потому что это очень тяжело много новых песен сыграть в одном концерте. Я говорю, пацаны, давайте возьмёмся за масло, и что-то я предложил такое, вы увидите клип, вот, вы сейчас видите, пошло, извините за нескромность от бас-гитары, это звучание на все 180 градусов отличается от звучания на альбоме, я имею в виду концертное звучание. И как-то мы разом всей группой это сделали, и как-то она так зазвучала, эта песня на концертах. Я переведу, на концерте вы на бас-гитаре играете? Да, да, да. Как басист? Да, да, да. Но я просто знаю, что иногда на записи вы нанимаете басистов сессионных, со стороны. Вы знаете, это, вы почти правы, не иногда, вот только в последнее время, когда нанимаются сторонние продюсеры, им иногда легче иметь тем, ну, как, несколько песен на этом альбоме сыграл чел, которого зовут Крис Чейни, который играет в одной компании с Наваром, наверное, он сыграет лучше меня, вот, но это вот, опять же, повторяет только в последнее время. И тут еще такая история, я же певец, и поэтому мне на записи бас отдать, как бы, вот эту пальму перенства записи партии баса кому-то еще, мне-то, ну, если бы я был только басистом, я бы, конечно, переживала, так как же так, я не удел, а так, ну, по барабану абсолютно. Вот, и вот так эта песня пошла на концертах, и публика ее полюбила нереально, и мы прямо это видим. Эта песня ни разу не прозвучала на радио, никакой не взяли абсолютно, вот, потому что для тех радиостанций, которые крутят русский рок, простите за наглость, но вот именно в этом... Я прошу прощения, какие радиостанции, кроме нашего радио, крутят русский рок? Понял, все, проехали. Это одно, одни из тех слов, которые нельзя произносить в эфире. Не-не, просто мы партнерствуем с этими станциями, и мне как бы, я сейчас вот это говорю, прям вот, я в эфире говорю о том, что партнерствуя с рядом радиостанций, я настолько корректен, что не хочу произносить имена тех радиостанций, которые не исполняют у себя в эфире, как они говорят, играем, прямо они такие-то, играют. Некоторые песни некоторых коллективов, включая некоторую песню про некую тягучую жидкость, от которой трения становится меньше, вот, потому что такие песни в эфире таких радиостанций зазвучат, ну, наверное, лет через 25, вот, судя по тому, что возраст мой мы сегодня огласили, то мы понимаем, что некоторые шансы у меня даже не до этого есть, вот, шансы не такие низкие, вот. Возвращаясь к той самой тягучей жидкости, скажу, что как-то в Питере, в родственном, вот, тому Йота Спейс, в котором мы будем играть, он по-другому называется, по-моему, главклуб продолжает называться, мы с нашим огромным, большим и талантливым, я имею в виду, большим по таланту, другом Мишкой Векселем, Михаилом Векселем, сделали просто видеосъемочку. Ну, посмотрели на нее, посмотрели, Мишка, давай видос. Он говорит, Макс, давай. Вот, он работал так, что просто, и, но это не, тоже не очень обычная запись, я имею в виду то, что в России называют словом фонограмма, то есть рекорд, то есть звуковая дорожка. Мы взяли за основу концертные, и я сидел недели две с ней химичал, очень серьезно. Что я делал и как делал, я, конечно, не скажу. А по видео это тоже будет нарезка с выступлений концертных? Это одно выступление, вот, это одно выступление, но не один дубль, и кое-где взяты даже, ну, в общем, вот, потому что на концерте мы песни «Масла» исполнили только один раз. Ага. Вот, но это настолько глобальная работа. Разумеется, мы понимаем, что концертные видео – это и есть концертные видео. Но в нашем арсенале давно уже концертные видеоклипы не обновлялись. Поэтому сейчас как раз то самое время. Так что можно сказать, что это событие лета для Нового Свилла. Для вообще мировой индустрии рок-музыки. Потому что по-любому Нового Свиллу, оно занимает свою собственную нишу. Поэтому в этой нише это событие номер один. А с учетом общего контекста это событие мировой индустрии. Можно же и так сказать. Да, спасибо. Если бы было все так, как вы говорите, то я, наверное, бы из этой студии выходил бы в раскоряку от чувства собственной крутизны. И у меня бы из ушей шел пар. Эфир еще не закончился. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Четыре его он делает тоже.